Добро пожаловать на наш канал! Можно ли сейчас подводить его итоги? Или Лепчан ожидает еще что-то? Ну, итоги еще рановато подводить. Впереди у нас еще концертный сезон в разгаре. И буквально в ближайшее время состоятся концерты известнейших и первые величины, как мы их называем звезды, это Шелклопер и Накаряков, которые приедут специально в Воронеж и в Липецк. То есть это вообще гастроли, можно сказать, такие редкие, потому что эти музыканты, они в основном живут и работают за рубежом. Это музыканты кто? Давайте проехали немножко. Труба. Накаряков труба. Его называют Паганини труба, Каруза труба. И Шелклопер это Волторна. То есть это духовые инструменты, которые, в общем-то, на сегодняшний день, это вообще такое редкое явление, когда вот звезды именно этих инструментов. И вот мы удостоились чести, лепчане, что эти звезды будут у нас в ближайшее время, в конце мая. Но в рамках православной гостиной к нам приедет Юлия Славянская. Это очень известная певица. Она поет православные песни, авторские песни. Но там просто великолепная поэзия, потому что поэзия, ну, это и такой поэт Бехтеев, который, кстати, бывал у нас здесь в Ельце. И, в общем-то, и Пушкин. То есть это действительно такой кладезь. И для постящейся такие песни, они как бы настраивают на духовное такое состояние. И вот молодая певица, она, кроме того, еще хороша собой и музыкальная, она приедет к нам сюда впервые в Липецк. И мы всех православных приглашаем прийти на концерт 18 апреля. И наш камерный коллектив, Элстрил, готовит программу по Сергею Рахманину вместе с велончелистом, очень известным, Бузловым. Это то, что будет у нас в апреле. — Вот нужно еще вот такой вопрос все-таки. Ну, вы не первый год все-таки руководите... — 12 лет. — ... на Липецкой областной филармонии. Вот вы говорите о звездах, которые приезжают к нам, о артистах, которых вы приглашаете. Все-таки вы ориентируетесь в первую очередь на что? На имя артиста? То есть известен он там или нет? Или вы все-таки учитываете и то, как липецкая публика конкретно относится, допустим, к различным форматам? — Кредо? Мы не... Принцип такой. Мы никогда стараемся не повторяться. То есть за 12 лет у нас мало таких, как только Денис Мацуев и Маэстро Гергиев, которые не единожды здесь бывали. — Ну, я думаю, никто не против, если вы будете повторяться с этими людьми. — Мы стараемся показать и зарубежных исполнителей, потому что он к нам приезжает из Америки, из Италии, из Австрии, из Бразилии, из Испании артисты. Мы стараемся показать вообще все, что есть в мире интересного, какие есть интересные исполнители. И вот этот принцип мы всегда как бы сохраняем. Конечно, мы ориентируемся на имена, на высокий уровень, скажем так. Вот, потому что, чтобы не было нам стыдно. Если уж мы приглашаем, то это должен быть известный исполнитель и очень высокого уровня. — Понятно. Все-таки, вот, ну, вы говорили, ориентируетесь. Я слышал, некоторые удивляются, почему в филармонии нет скидок для студентов или пенсионеров. Есть. Нет, у нас, конечно, это неправда, потому что у нас есть абонементы, и мы их продаем за год. И в абонементах уже есть скидка. — Ну, а в абонементах всегда есть скидка. — Да, и для пенсионеров в том числе, и для студентов тоже. И мы всегда рассматриваем, идем на уступки. А потом у нас есть 20% на каждом концерте, когда мы приглашаем просто инвалидов, ветеранов труда, там, какой-то отдельной категории. Поэтому нет, на нас как бы зря обижаются. Пусть приходят, мы всегда сделаем скидочку, и мы ждем, в особенности студентов. — Понятно. Вот тут как раз, я помню, несколько месяцев назад здесь был дирижер Булахов, на том месте, где вы сидели. — Это наша находка. — Да, вот ваша находка, он, в принципе, доволен сотрудничеством с вами, работой в Липецке, но он вот как раз и говорил, что ему хотелось бы, чтобы молодежь поняла, что классическая музыка — это не скучно, это тоже может быть интересно. У вас все-таки стоит такая задача привлекать молодежь именно? — Вы знаете, у нас есть задача воспитывать детей, чтобы они потом становились молодежью. У нас есть детско-юношеская филармония, и у нас есть абонементы детско-юношеской филармонии, и мы приглашаем детей из разных фондов. У нас все дети на сегодняшний день, слава тебе Господи, собраны в фонды. Это фонд Спивакова, русское исполнительское искусство. Денис Мацуев занимается, новые имена, откуда он, собственно говоря, сам. И он из Новосибирска приехал в этот фонд, и фонд его как взращ воспитывал музыкально. И мы приглашаем детей. Эти дети выступают здесь у нас в Липецке для детей. И дети приходят из средних школ, из музыкальных школ. И 16 филиалов, которые у нас есть, там тоже дети. То есть мы вообще-то занимаемся очень серьезно воспитанием музыкальным. Ну а как дети, не которых вы привозите, а которые приходят в зал как зрители, как они реагируют? Прекрасно. Почему мы сделали детям, к детям приходят дети? Потому что через детей, исполнителей, очень легко воспринимается музыка классическая. Потому что тот, кто ходит в музыкальную школу, они смотрят, как играют их сверстники, и тянутся. А тот, кто ходит в среднюю школу, они смотрят, как играют исполнители, дети, их ровесники, и им хочется пойти в музыкальную школу. И такое происходит у нас посеместно. И, конечно, это воспитание наших слушателей, которые становятся... Сейчас у нас уже 8 лет детская юношеская филармония, и сейчас у нас уже приходят... Они достаточно уже стали взрослыми, это молодежь, очень много молодежи. Поэтому, конечно, мы очень серьезно занимаемся. И мы вообще собираемся создавать со следующего сезона такой молодежный отдел. Это что такое? Ну, это у нас как бы специальные люди, менеджеры, которые будут заниматься непосредственно действительно с молодежью, со студенчеством. У нас будут по-настоящему студенческие абонементы, и мы очень серьезно будем работать. И надеемся, что когда будет зал камерный, он позволит как раз делать такие мероприятия и такие музыкальные вечера специально для молодежи. Это, может быть, будет немножко легкая классическая музыка для начала. Да, давайте про зал. Мы чуть-чуть попозже поговорим, Гульш, вы затронули. Все-таки вот дежур Булахов, он сделал в Липецк такой небольшой эксперимент, что ли, многих удивило. Он провел интерактивный концерт, когда, собственно, зрители принимают участие в программе. Да, он, на ваш взгляд, он прошел удачно или неудачно? Быть ли такое в Липецке? Вы знаете, все, что делает заслуженный артист Булахов, все удачно, потому что это высочайший в уровне дирижер, и я очень рада. Мы давнишние, можно сказать, ну не приятели, а хорошие знакомые с Булаховым. И мне этот человек понравился еще много лет назад, потому что он здесь был со своим камерным ансамблем времена года. И он очень, как человек, интересен. Интересно работает с нашими вокалистами, с музыкантами. И он снискал огромный авторитет уже в Липецке, не только в филармонии, потому что он работает с симфоническим муниципальным, с камерным хором. И я думаю, все музыканты со мной согласятся, потому что приезд Булахова – это нечто совершенно иное. Такого уровня дирижеров у нас в Липецке никогда не было, который бы работал на постоянной основе, как он. Он приезжает, вот сегодня он у нас здесь в Липецке, он приезжает очень часто, он работает очень серьезно. То есть нам есть на кого равняться. То есть не на сколько? Нет, это очень добросовестный человек, потому что серьезнейшего уровня музыкант. Просто потрясающе приятно с ним общаться. Ну вот мы говорили о том, кого мы привозим, кто у нас работает. Но все-таки если говорить о концертном сезоне, который близится к своему завершению, то я вот слышал, что Липецк ждут две премьеры. Это, во-первых, опера Евгения Онегина, правильно? Да. Все-таки вот давайте немножко про оперу Евгения Онегина. Вот слово опера, оно до недавнего времени в Липецке звучало довольно-таки редко, потому что у нас оперного театра нет. И насколько я понимаю, оперных певцов тоже в малом количестве они присутствуют. Вот насколько сложно воплощать такие проекты опера в Липецке конкретно? Вы знаете, действительно существует вакуум из-за отсутствия оперного театра. И задача филармонии, она тем и хороша, что мы можем этот вакуум заполнить. И вот что показала и легенда о городе Ельце, и мы пели в концертном варианте и Аиду, и так далее. Поэтому опыт есть. Но сейчас у нас ставится другая задача, более глобальная. Мы хотим сделать репертуарную, можно сказать, вот репертуар, сделать из пяти опер, которые бы шли регулярно. И при наличии, опять, если возвращаясь к залу, да, то на стационаре они уже бы могли с сценографией, с костюмом и так далее. Но пока мы готовим пять постановок в концертном варианте. Одна из них, это одна из них постановка Евгения Онегина в концертном варианте. Это исполнять будут солисты нашей Липецкой филармонии. И мы ребят сюда приглашаем, они вообще-то оперные певцы, молодые оперные певцы, и камерные певцы, и оперные. И они, каждый из них, любой певец, вокалист, он мечтает петь в оперном театре, он мечтает петь оперу. И мы такую возможность обязанным дали, иначе они от нас просто убегут. И мы эту возможность даем. И у нас здесь желание наших молодых вокалистов и желание, меня как худрука, совпали. И мы поэтому загружаем, даем каждому партию, и они готовятся, и очень много работы. И вот сейчас Булахов сегодня приезжал и с ними готовит. И весь месяц это будет серьезная подготовка, потому что сегодня идет репетиция с симфоническим оркестром, с оркестром «Русская классика», нашим оркестром, с камерным хором и так далее. То есть вот такая серьезная работа. И где-то 14 мая состоится премьера. Наталья Николаевна, но все-таки у меня вот такой вопрос. Вот снова мы возвращаемся к липецким реалиям. Вот восприятие этой оперы, оно будет полноценным? Потому что вот те, кто был в оперных театрах, даже когда там, даже мы не говорим о самом представлении, когда она ведет, когда ты там просто оказываешься, когда там вот эта архитектура, вот эта там оркестровая яма, это же создает такое ощущение абсолютно другое, согласитесь. Я и согласна, и не согласна. Приведу такой пример. Мы поехали с «Легендой о городе Ельце» в концертном варианте. Исполнители, наши солисты, вот совсем недавно были в Воронеже. Оказалось, там оперный театр. В зале было очень много зрителей. Вы знаете, они были удивлены такому количеству хороших вокалистов. Обычно в филармонии это 2-3 вокалиста. У нас есть все голоса. И несмотря на то, что у них свой есть оперный театр, они остались довольны как музыкой, так и исполнением. Поэтому атмосферу вообще-то создают на сцене. Это вначале мы заходим в зал и смотрим по сторонам. А вообще-то в зале самая главная акустика. Самая главная красота. Зал – это хорошая естественная акустика. И когда все звучит, и еще атмосфера, и качественная игра музыкантов, все это в совокупности создает впечатление. Ну и что, что у нас нет оперного театра. Но зато у нас будут хорошие постановки и хорошая музыка. Вы сказали в Воронеже, там есть оперный театр, там есть и соответствующая подготовленная публика к подобным представлениям. В Липецке есть аудитория? Да, да. Есть? Но это сколько у нас ценителей оперы? Да, ровно столько, сколько ценителей классической музыки. Все ценители классической музыки, они все с удовольствием. Потому что оперный жанр, он даже и попроще в чем-то. В чем же, объясните, несведущим? Ну, во-первых, это так или иначе сценическое действие. Даже в концертном варианте. Сюжет, драматургия, которая захватывает и так далее. Есть действие, есть сквозное действие, есть сверхзадача. То есть все, что называется сценическим действием. И зачем, собственно говоря, следят обыкновенные люди, если даже они ничего не понимают в оперном пении. А вот у меня такой вопрос, снова, может, вам простой покажется. Вот вы говорите, сценическое действие. Вот в Липецке, ну, Легенда о Граде Ельце, вот первый опыт постановки оперы. А все-таки есть ли люди, которые могут поставить это как раз сценическое действие? Или вы кого-то приглашаете? Вы знаете, я как-то всегда склоняюсь к тому, чтобы все было качественно. И если это режиссура, она должна быть музыкального театра. И это обязательно сотрудничество с такими режиссерами, известными режиссерами, которые привнесли бы что-то интересное и новое. Я говорю не о концертном варианте, а если мы возьмем пять постановок и сделаем, адаптируем для сцены, вот, это и леди Магбет Мценского уезда Шостаковича мы хотим поставить, и нашего Тихона Николаевича Хреникова, известная, но всеми забытая уже опера Фрол Скобеев, и Иоланта Петра Ильича Чайковского. То есть я вот говорю о тех перспективах, и, конечно же, здесь должен работать режиссер и очень серьезный уровень. Как и дирижер, как и режиссер, все по большому счету должно быть. Зачем обманывать? Обманывать нам не к чему, потому что у нас публика уже очень избалована. Очень. И хорошим качественным вокалом, и хорошей музыкой, и качественными дирижерами, и звездами, и так далее. Поэтому здесь и режиссер должен быть тоже очень достаточно серьезного уровня. Наталья Николаевна, спасибо за ответ. У нас время рекламы. Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Это программа «Точка зрения» на канале ТВК. Сегодня у нас в гостях руководитель Липецкой областной филармонии Наталья Микаева. Говорим мы о концертном сезоне, о постановке, которая устраивает нам филармония. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 235-244. Наталья Николаевна, 12 июня еще одна премьера, такая значимая. Оратория снова. Ораторию никогда не ставили в Липецке. 12 июня это все будет на Соборной площади, правильно? Нет, это не совсем так. Оратория действительно будет 12 июня. Мы долго думали, где лучше показать ораторию, потому что это такой жанр очень сложный для восприятия. И решили все-таки сделать на сцене Центр культуры и народного творчества. То есть не на Соборной площади? Не на Соборной площади, но с выносом экрана. И прямая трансляция всего того, что будет происходить, люди могут увидеть на площади Центр культуры и народного творчества. Оратория была написана по заказу Липецкой филармонии Александру Чайковскому, композитору. И эту ораторию поддержала идею проведения оратории Министерства культуры. Сейчас идут торги, так называемые, и мы в них участвуем. Все зависит от того, будем ли мы проводить, если выиграем торги. Что проводить? Это мероприятия. Вот такие у нас законы. Но мы надеемся, что все будет благополучно, потому что, я еще раз повторяю, что оратория поддержала проведение оратории. Эту мировую премьеру Министерства культуры выделяет деньги. И оратория, я еще раз напомню, она, собственно говоря, состоит из 18 частей, но о них это долго рассказывать. Я буду говорить о тех трех главных частях. Наталья Николаевна, можно мы сейчас послушаем звонок от зрителя, а потом мы договорим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да. Вопрос Натальи Николаевны, можно? Можно. Наталья Николаевна, лет 35 уже в Липецке не был ансамбль Александрова, давно уже не был у нас ансамбль МВД Елисеева. Ну, я думаю, много желающих было послушать их. Не планируете ли вы пригласить их в Халилово ансамбль? Ну, я не соглашусь. Халилов был у нас на недавнем, два года назад, это Духовой оркестр, Министерство обороны, они были в рамках фестиваля техники Николаевича Хреникова. То же самое было, Александровский и так далее. Нет, мы не планируем, потому что в рамках проведения фестиваля техники Николаевича Хреникова планируется выступление симфонического оркестра «Новая Россия», это руководитель Башмет, и дирижер будет маэстро Герьгиев в Ельце, и солисты Мариинского театра. И в рамках этого же фестиваля будет и наша оратория, это как Александр Чайковский, как ученик техники Николаевича Хреникова, вот такое преподношение, и он посвящает ораторию именно столетию, со дня рождения своего учителя. Вот возвращаемся к оратории, изначально планировалось, что она будет называться «Покаяние», правильно? Да, да, да. Сейчас произошла смена названия. Да, да, да. Теперь хотели покаяние, получилось возрождение. Что стоит за смена названия? Есть ли какой-то смысл или просто... Вы знаете, ничего не стоит, потому что всегда, когда творческий момент, это и жаркие споры, потому что заказчики, это филармония, всегда спорят с таким великим композитором, как Чайковский. У Чайковского свое название «Судьба государя», у филармонии «Возрождение России», и вот договорились, что все-таки будет «Возрождение России». Вот это как бы Липецкая премьера «Возрождение России». Покаяние, это чья версия была? Это тоже была Липецкая филармония, но я еще раз говорю, что проходит время, и все становится на свои места, потому что все-таки я считаю, что вот такое оптимистическое название, оно говорит о многом, потому что нам не хватает патриотизма, вот такого настоящего патриотизма и веры в свою страну. Вот в ораторе это как раз есть, вот это вера в свою страну. Наталья Николаевна, вот когда нам Липчанин звонил и спрашивал, почему не приезжает там ансамбль Александрова и прочие коллективы, я думаю, вы сейчас скажете, да просто некуда их везти, потому что нет в Липецке хорошей сцены, где, собственно, во всей красе эти коллективы себя покажут. Ну, вы так не ответили, но давайте все-таки поговорим про концертный зал, о котором у нас говорят часто, но дело пока стоит на месте или не стоит? Ну, я не скажу, что стоит на месте. На сегодняшний день, насколько мне известно, а известно не так уж много, но будем называть то, что как бы мне известно. Сейчас ведется, и уже об этом много говорилось, реставрационные работы ведутся, бывший зал кинотеатра «Унион». Там планируется сделать камерный зал «Унион». Самое важное, на мой взгляд, чтобы в любом зале, вообще-то, что самое важное там, это, естественно, акустика. Качество акустики – это красота, можно сказать, зала. Потому что приходит любой музыкант, начинает только играть, и становится ясно, хороший это зал или плохой, независимо от количества посадочных мест. Там будет 300 мест. Я считаю, что для камерного зала это очень даже нормально. И на сегодняшний день я знаю, что и вице-губернатор Людмила Валентиновна Куракова, она сама бывает на оперативках строительных, и очень серьезно относится к естественной акустике. И маэстро Герьев нам помогает как консультант, чтобы сделать грамотную акустику. И на сегодняшний день там есть определенные сложности, потому что зал многофункционален, там есть и кино, и так далее. И вот все это, и танцы, и все это совместить – очень сложная задача. Но, слава Богу, что есть такие конструкции, как ракушка. И мы посоветовались с Валерием Обисаловичем и решили, что ракушка спасет этот зал. Ракушка – это такие конструкции, которые изобрели американцы. Это такой плотный, как камень, материал с пустотами. Но дизайн очень красивый. То есть вешается на сцену, потом снимается, если это идет кино, то снимается, если танцы, то все убирается. А если идет классика, то вывешивается и дает большой процент хорошей акустики. Кроме того, я знаю, что там питерцы исправляют сейчас ситуацию. Они исправляют потолок, будет паркет вместо такого коврового покрытия, что тоже даст процент хорошей естественной акустики. Вообще, естественная акустика делается не один год, потому что надо, чтобы все устаканилось, послушать, как там, что там. И то, что сейчас этим впрямую занимается вице-губернатор, говорит о многом. Поэтому я верю в этот зал, я верю, что мы, наконец, все вместе соберемся, и Казаки России, и Оркестр народных инструментов, и Липецкая филармония. И мы будем бесплатно там работать. Вот дай бог, чтобы все это грамотно было сделано. И я думаю, что никаких конфликтных ситуаций на этой сцене не будет, потому что должен быть единый абонемент, в котором все сели один раз в год и договорились, кому когда нужен зал. Наталья Николаевна, вот у меня такой вопрос, вот насколько я знаю или слышал, или у меня, может, сложилось такое впечатление, что вот этот концертный зал, его сейчас реконструируют, но, по-моему, за этот концертный зал уже началась конкурентная борьба между филармонией и Театром танца Казаки России. Вы знаете, это не так. Я так прекрасно отношусь к Театру танца Казаки России. Но здание им принадлежит или не им? Вообще здание принадлежит госимущество, все наши здания. Вот если уже говорить так откровенно. Но оно в оперативном управлении у Казаков России. Но я считаю, что для Казаков России, которая работает всего 50 или 60 концертов в год, а Липецкая филармония 920 концертов в год, я думаю просто, а что думать нам? Когда есть руководство, которое решило, что это будет камерный зал. И мы обязаны, как люди подчиненные, согласиться, что мы будем обсуждать решение нашего руководства. Я считаю, что на сегодняшний день оно самое компромиссное. Пока оно очень правильное. А дальше мы посмотрим. То есть зал как бы общий? Да, я понимаю, что зал общий. Все-таки, ладно, не будем говорить, чем он должен быть. Все-таки вот в Липецке, дай бог, появится этот зал. Он появится. На 300 зрительских мест. Он все-таки решит вот ту проблему, которая есть сейчас, что в Липецке нет концертного зала. Может он решить ее полностью раз и навсегда? Или это все равно будет мало? Нет. Я считаю, что нужно двигаться вперед. И очень хорошо, что у Липецка появился такой друг. Кто же это? Маэстро Валерий Герьгиев. Он друг и Липецкой филармонии, чему мы очень безумно рады. И благодаря его сестре, которая является сопредседателем жюри нашего обуховского конкурса, Ларисы Абисанны Герьгиевой, мы все стремились, чтобы Герьгиев сюда приехал в рамках пасхального фестиваля. Потому что этот человек неравнодушен к залам. Мы заметили. Олег Петрович Королев тоже, наверное, заметил. Вы знаете, я думаю, что сейчас заметил даже и наш президент. Потому что недалеко, как совсем недавно, на Совете по культуре Валерий Абисалыч в первую очередь озвучил президенту, что в Липецке нет зала, его надо построить. Примите меры. Он говорил о том, что у нас есть металлургический комбинат, который, ну, как бы, знаете, нам иногда и урон наносит экология. И он говорил о том, что нужно, чтобы металлургический комбинат тоже помог в этом вопросе. И я считаю, что это очень тоже правильное решение. И я надеюсь, что если уж даже Владимир Владимирович Путин в курсе, что в Липецке нет зала, что президент, Валерий Абисалыч Герьгиев, губернатор и хозяин металлургического комбината Лесин, все они дружно решат этот вопрос. Потом прекрасный же есть проект на острове, я видела, правда, картинку, и дай бог, что этот проект осуществился не через 150 лет, а в ближайшие годы. И я думаю, что Валерий Абисалыч, он если взялся за эту тему, он доведет до конца и сделает прекрасную акустику. То есть приедет обязательно японец, который работал у него. То есть в этом зале унион или... Нет, я имею в виду вот в том зале на острове или где он будет. Ну пока картинка, что есть. Да, да, да. Что есть только на картинке. В большом зале. Поэтому Липецку нужно иметь и камерный зал, и большой зал. И обязательно условия, хорошая, естественно, акустика. Тогда это как бы действительно будет такой вот культурный город. Липецк, культурный город. Хорошо звучит. Наталья Николаевна, у нас совсем мало времени. Вот последний вопрос. Я слышал, что теперь вы совмещаете сейчас две должности. Директор и художественный руководитель филармонии. Теперь в учреждениях культуры директор отдельно, худрук отдельно. Вы определились, с кем вы будете в филармонии? Я для себя это давно определилась, еще лет 20 назад, что я все-таки смею себя считать творческой единицей. Ну, конечно, я выберу худрука, должность худрука. Такое разделение, оно правильно или нет? Вы знаете, здесь нужно подходить очень индивидуально. 20 секунд. Я, кроме того, еще из-за ротации кадров, честно сказать, как это происходит в Европе. Поэтому я считаю, все зависит от коллектива. У нас коллектив сейчас очень стал большим, мощным, и это разделение достаточно нормально. А в других коллективах, как там Казаки России и Оркестр, может быть, это преждевременно, потому что это небольшие коллективы. И изначально они создавались одним человеком. Наталья Николаевна, прошу прощения, мы вас поняли. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что пришли, спасибо, что ответили на ваши вопросы и успехов вам в ваших творческих начинаниях. Спасибо. Это была Наталья Микаева, и это была программа «Точка зрения». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok